Сокольники займутся россияне и британцы. Объявили победителей конкурса на концепцию развития парка. Выиграли команды наших и английских архитекторов и дизайнеров. Идеи других финалистов тоже возьмут в оборот. Что они предлагают? Расскажет Наталья Имщикова. Лес на карте урбанистического пейзажа, посольство природы в черте города. Именно таким решили сохранить парк. Лоси, белки и другие обитатели Сокольников будут делить территорию вместе с отдыхающими, не мешая друг другу. Главная концепция в том, что этот парк мы пытаемся сделать парком прежде всего. То есть парком для гуляния, парком для общения с природой и парком для отделения от урбанизма. Где люди могут отдохнуть. Условно парк разделят на три части. Лес его оставят в территории дикой природы. Лесопарковую зону сделают общей. А парк останется прежним. Зоной для отдыха и развлечений. Из 66 конкурсных работ жюри выбрало именно такую концепцию. Среди главных плюсов проектов экологичность и практичность. Победитель представил так называемый коридор. Природный коридор. Это вход со стороны территории Лосиноострова на территорию парк Сокольники. И продолжение такой центральной оси через путяевские пруды на центр парка. Чтобы природная составляющая парка, как парка для отдыха, как лесопарка, она была сохранена. Более конкретное очертание проект приобретет после того, как начнется проработка деталей. На это уйдет около года. Пока что только утверждена концепция. Впрочем, в одном авторы проекта определились. Лучевые просеки, которые проходят по всему парку, станут тематическими. Вот этот третий, например, превратится в аллею чаепития. Здесь будут продавать горячие напитки и устроят зону для пикников. Второй будет для отдыха. Ну а третий просек станет аллеей развлечения. Концепцию развития парка приняли и те, кто каждый день приходит в Сокольники. Посетители просят оставить его зеленым и удобным для прогулок. Очень большой кусок леса. Здесь остался практически нетронутый. Там маленькие дорожки, вокруг тень, дерев. И можно и лось встретить, и белок, и птички. И эта часть, мне кажется, очень важна. Чтобы реализовать проект полностью, уйдет около 15 лет. Реконструкция и строительство будет проходить за счет средств парка и городского бюджета. В итоге, по задумке авторов проекта, все 500 гектаров земли станут общей площадью парка. Наталья Якимщикова, Юрий Заболотников и Максим Берлов. Москва-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова